Добрый день, дорогие участники встречи, присаживайтесь, располагайтесь поудобнее, давайте будем начинать. Меня зовут Горбунов Павел, я председатель общественной организации «Созидание» и руководитель компьютерного клуба «Валби». Поэтому, если у вас есть родственники, дети, которые увлечены цифровыми технологиями, то милости просит. Поэтому, если у вас есть родственники, научить их, начиная с младших классов цифровым технологиям и так дальше, до стартапа. Еще хотел сказать, мы проводим нашу встречу на территории бизнес-инкопатора. Большое спасибо, вот где-то по рядам ходит листок, большая просьба оставить ваши контакты. Это, поверьте, не пойдет никуда налево, это нужно для того, чтобы расширять базу, и чтобы впоследствии можно было вам посылать информацию о подобных интересных мероприятиях. И сегодня у нас крайне интересная встреча. Сегодня мы встречаемся с Леонидом Шнуром. У него богатый опыт работы как в большом бизнесе, так, я так понимаю, в стартапе. Поэтому ждем хорошего выступления. Прошу. Спасибо. Давайте аплодируем. Спасибо, коллега. Очень рад вас приветствовать. Пару слов, наверное, о выступлении. Я очень надеюсь, что мы с вами сегодня поговорим. В общем, вещать с тибуны, она совсем не интересна, поэтому я постараюсь задавать вам всякие вопросы. И очень надеюсь, что вы поучаствуете именно в обсуждении этой темы, а не просто послушайте меня, потому что рассказать мне особо нечего. А вот в обсуждении, возможно, мы что-то узнаем лучше. И я вот специально принес книжку «Антихрупкость». На мой вкус очень неправильная книжка. Мы с вами ее разыграем. И кто-то сегодня унесет с собой эту книжку. Очень увлекательное чтение. То есть кто задаст более интересные вопросы, да? Нет? Нет, заслужить придется. Будет задачка. Кто решит, тот и получится. Почему я выбрал эту тему? Собственно, потому что, как Павел правильно сказал, у меня есть довольно большой опыт работы в крупной компании. Причем, что интересно, так как речь идет про Яндекс, что за 10 лет, которые я в нем, как работал в этой компании, прошла сама по себе довольно длинный путь. И то, какая она была 11 лет назад, и какой стало сейчас, в общем, тоже сильно существенная разница и в размерах, и в подходе к бизнесу, и ко всему такому. Сейчас у меня мой собственный бизнес, который развивается по классической стартаперской бенчурной схеме, когда привлечения инвестиций, работа, следующий раунд инвестиций, работы и так далее. Поэтому, в общем, я теперь на своей штуре испытал все прелести другого образа жизни. Поэтому, в общем, могу как-то сопоставлять, сравнивать и соотносить. И я сегодня хочу с вами поговорить именно на эту тему, Рома, потому что эта тема меня лично крайне интересует. Я сам пытаюсь для себя сформулировать. Хочет, да, чтобы вы стали славы. Да, вот, давайте начнем, собственно, уже. Что такое большая компания, по-вашему? Какие у вас есть цели? Что значит большая компания? Много сотрудников, каждый сотрудник винтик, больший оборот. Большой оборот. Большая, какая, 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 большая. Большая, какая, добрасте. Так, какие-нибудь еще идеи есть? Своё здание в Москве. Прекрасно. А все, кто не в Москве, а сити, значит, Газпром, как только переехал из Москвы, стал маленьким, незаметным бизнесочком. Да. Разделение обязанностей очень такое. Сложно, я видел, процесс. Сложно. Прекрасно. Окей. А я вот вижу, что много прям молодых людей у нас сегодня цели. В большой компании никто хочет работать? Руки или какая-то? Голосуем. Вообще никто. А в маленькой? Мы хотим опасно. А я так понимаю, что в этом вообще не хотят работать. В большой или в маленькой? Я хочу свои маленькие. О, вот. А кто хочет основать свою компанию? Основать вот это вот, другой вопрос. О. Лез буквально рук. И вы хотите основать для того, чтобы остаться маленькой, некрасистенькой компанией и никогда не превратиться в большую. Я правильно говорю? Развиваться. Нет, вы же не хотите работать в большой компании. Владеть большой компанией? В смысле? А, вы владеть хотите? Вы хотите именно работать для себя, чтобы иметь свою компанию. А ее размер... Но вот когда она станет большой, вы там работать не будете? Почему же? Будем, мы же ее осуществим. А вы хотите работать в большой компании? Ну, почему? Для того, чтобы дойти до большой. Надо сначала пройти маленькую. Я спросил, кто хочет работать в большой? Вы сказали, вы не хотите. Ну, именно на кого-то. Это разная соотечность вопроса. Большая она или большая, или маленькая. У нее либо работаете, либо не работаете. А мы-то основатели, акционеры, ничего не работают. Окей, давайте про большие компании. Вот, значит, пример одного из самых больших коллективов в мире. Там у них что-то, наверное, двух миллионов, по-моему, армия, что ли, бежимое такое-то. Вот, да, большая-большая компания. Нет, хотите присоединиться. Команда, конечно, большая. А что смущает? Это же не бизнес-команда. Нет, творчество. Ну, во-первых, недоказанный факт. Ваши вакцины рассказывают, что нам прям бизнес-бизнес. Да, чего творчества нет? Да, самореализации нет. Самореализации нет. Чего еще нет? Там, ну, по скраму, ну, как? Прям без скрама нет. Рука не поднимается. Ну, вроде. Да? Не секси. Что? Не секси. Не секси. Понятно. Здесь ребята как-то, ну, на вкус и цвет, ну, да, не очень. Собственно, как мы видим, на вопрос можно посмотреть сильно по-разному. С разных точек зрения. Вот. А с каких точек зрения вообще можно посмотреть на то, в какой компании хочется работать? Ну, вообще, я и бизнес, я и работодатель, я и компания. Какие вообще роли в этой истории бывают? Вы как? Вы смотрите как основатель. Да, подпусти. Да, подпусти. Можно быть руководящим. Только на этом, очень хорошо, да, согласен. Что еще? Даже если будет, допустим, нищие какие-нибудь стипендии, или, ну, в смысле, профессии тоже, которые при дополнительном, для основания, да, баши сотрудники, которые дают для основания, чтобы потом здесь лучше, чтобы тоже нет карьерный рост. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, да? Не все же сразу генералами, как правило. То есть, не мечтает стать генералом. Плох? Более-менее, да. Ну, в некоторой степени, видимо, это относится и к компаниям, да, потому что маленькие компании, которые стремятся стать компаниями побольше и большими компаниями, да? Вот, есть большие компании, есть маленькие. И какие еще бывают компании? Более. Средние, прямо вот в точку. А еще какие? По франшизе еще бывают. Бывают франшизы, но они тоже бывают маленькие или большие. Франшизные сети, которые тоже разные. И внутри франшизных сетей тоже разные участники, кто там владеет одним каким-либо заведением, а кто целые сети. Ну, вот масштабируем, вот масштабируем. Вообще, есть маленькие, есть масштабируем. То есть, можно делать как маленькие, как большие, в принципе. А кто-то, значит, может сделать большой компанию и не хочет, и не делает. Да, не делает, типа по другой, она может быть парень, как там возить в одном городе, а может возить там по стране. Окей, какие еще есть? Успешные и не очень. Успешные и не очень. Транснациональные и не очень. Есть государственные и не очень. Государственные и не очень, да, государственные. Но на самом деле я хотел сказать, что есть еще стартапы, которые представляют собой в некоторой степени специфический вид творчества относительно малого бизнеса. Вот. А в чем отличие, как по-вашему, маленьких компаний от стартапов? Что? Вероятность успеха у стартапа неизвестна. А малый бизнес прям весь успешен? Нет, парень бизнесов обычно уже по какой-то модели работают. По-известному. А стартапов неизвестны. То есть ты что-то придумал, начал, будет, не будет. Да, очень интересно. Еще какие-нибудь версии есть? Маленькие компании не зависят ни от кого. А стартапы ищут финансирование, как вы ранее говорили, чтобы маленькие деньги... Маленькие компании вообще прям ни от кого не зависят. Они на себе строятся. Точно не знаю. Молодый блок. Может быть. Структура управления. Ну, то есть в маленькой компании уже сложно. То есть там есть некое, более вертикальное, на мой взгляд, в стартапе, более химигоризонтальное. Ну, может быть. Как мне кажется. У меня стартап, это внутренние компании стартапы, это тест идей. То есть есть идея, полгода я их тестирую. То есть мне кажется, полгода новый стартап внутри. И если он удается выстроить систему, и есть комплект, он становится компанией. Перерастается в бизнес. Перерастается в бизнес. То есть стартап, но это по сути у меня тест идей. То есть, каждый, 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 каждый тест идей. Я скажу. Я скорее соглашусь в том, что малый бизнес – это вполне себе маленькое предприятие, которое осваивает и работает понятную бизнес-модель. Ну, там кто-то открыл автоматику, кто-то открыл какой-то магазин. Понятная бизнес-модель, в целом понятно, что делать для того, чтобы оказаться успешными. Стартапы обычно пытаются тестировать что-то новое. И на самом деле, да, тут у меня, значит, это. А венчурный стартап, это что за такая забавная история? Цель привлечения в институте. А обычный стартап, он не привлекательный. У него, значит, направленность на рост, если чуть-чуть нечего. Что-то на следующий момент продается. Ну, у остальных бизнесов, у остальных привлечений. Рост первого нафиг вообще, гостей нет. На рост, прибыли у других. Освобие деньги с Ницеландрой. В общем, это прямо, да. Это криптодеятелям, там у них это популярно, да. Сделал ICO и это еще и это в ходе. Так, ну что, венчурный стартап? Не рисковый. Про что? А обычные стартапы не рисковые вообще? Там все понятно заранее. Прибыль журналисты. Ну, вот он про что-то, да. Про что-то большое. Про попытку сделать что-то, что сильно изменит правила игры на каком-то рынке. И поэтому принесет большой результат. При этом я обращу ваше внимание, раз уж тут такое большое количество рубило про то, что кто хочет стать основателем собственного бизнеса, надо прекрасно понимать разницу. Потому что если вы смотрите вообще на перспективу того, чтобы пойти за инвестициями, то есть такие ребята, которые называются венчурные фонды. Вот они, они не вообще, а стартапы просто. Я редко сталкиваюсь с таким, что у меня стартап, я значит пойду сейчас в венчурный фонд и получать инвестиции. Нет, там вообще ждут далеко не все. Ключевое отличие стартапа, который может претендовать на венчурные инвестиции от любого другого бизнеса, даже если он пытается что-то делать сильно по-другому, это, собственно, потенциал роста. И потенциал тех изменений, которые несет создаваемый стартап на тот или иной рынок. И это в том числе размер этого рынка, потому что не бывает венчурных стартапов на маленьких рынках. У вас инвесторы с этой идеей отправят думать дальше. Потому что венчурный инвестор инвестирует, условно говоря, в 10 стартапов, из которых выживает один. Это значит, этот один ему должен вернуть вложение за 10, плюс еще какую-то норму прибыли, которую он ожидает. А если вы работаете на маленьком рынке, если вы на этот рынок не приносите ничего нового, кроме того, что я умею лучше, чем сосед, поэтому я буду прибыльнее, чем сосед, это прекрасно. Вполне возможно, вы действительно умеете лучше и будете прибыльнее. Но венчурного инвестора эта история вообще не интересует, потому что он на вас денег заработать не сможет в тех масштабах, в которых ему бы хотелось. И здесь, собственно, озвучало в том числе слово риск, которое крайне важно во всей этой истории. У меня к вам такой вопрос. А почему вообще в экономике риск как таковой крайне важен? И вообще, что такое риск в экономике? Оценка риска, наверное, наоборот. Что? Оценить надо риск. Зачем его? Не сам риск, а именно его оценка. Не, ну это уже методика, окей, хорошо, оценка. Ну а зачем его оценивать? Чтобы что? Рассчитай, давай, ты мне даешь тысячу рублей, а я, может, верну, но, может, не верну. Давай риск. В смысле, давай тысячу. Сейчас нет. В смысле, риск, 50% займем. Смысл, а зачем? Может, просто рисковать вот такое развлечение в казино, скажем, прицелись прибылью. А как это, если есть выгода? В казино тоже прекрасная прибыль, там можно посчитать. То есть, выгадывать число, получается, что 30% и 35% рискуют. В экономике риск. Там, подозревается, что это перевеляться с будущей прибылью. Чем больше риск, чем больше риск, чем больше риск. Риск, крайне важный вопрос, это перевеляться с будущей прибылью. В этом смысле, опять же, если возвращаться к стартапам, то необходимо иметь в виду, что если у вас прекрасная идея, которая сама по себе довольно рискованная, а при этом потенциальный выхлоп, ну как, там прибыль, наверное, будет, но ее может, будет, может, нет. И даже если будет вредно, она будет колоссальной, то, в общем, опять же, мало кого из инвесторов такой бизнес заинтересует. Не потому, что инвесторы какие-то негодяи, а потому, что они как раз-таки хорошие ребята, но им надо, когда они дадут в 100 компаний, чтобы хотя бы пяток из них прям вот вообще сильно выстрелил. И только тогда они окажутся бизнесменами, в смысле, людьми, которые хотя бы имеют шанс вернуть свои инвестиции. А в противном случае они окажутся благоправительным фондом, который инвестиции дает, но шансов вернуть эти инвестиции с прибылью не имеет никаких. Потому что если раздать в десяток замечательных стартапчиков, у которых маленькие аппетиты и маленький рынок, на котором они собираются работать, и маленькие потенциалы роста, то, в общем, что потом с этой инвестицией делать, даже в случае успеха, непонятно, потому что, может, вложил 1 миллион, получил 1,1 миллиона, и все. А 5 стартапов у них прогорело, и в каждом из них тоже вложил миллион. И 5-то, в общем, на бизнес не похоже. И я так подробно и много говорил, ровно потому, что не только по моим наблюдениям, абсолютное большинство стартаперов не понимают, что стартап, венчурный, если вы рассчитываете на инвестиции, если вы собираетесь сделать бизнес на свои собственные деньги или на деньги родственников, то, ну, вперед, отлично. У вас есть хорошая идея, вы видите, что получится, надо делать. Но если вы идете к кому-то за инвестициями, то имейте в виду, что, в общем, там ждут прорыва, а не от роста успешного бизнеса. Вот. Возвращаясь к теме большие и маленькие компании. В чем же все-таки отличие от больших или маленьких компаний? Значит, абсолютно не претендуя на какую-то научность всего этого подхода, я сформулирую для себя несколько тезисов. Сейчас вам о них расскажу. Первое. Маркетинг. Да, разный размер, разный маркетинг. В больших компаниях маркетинг – это действительно конвейерная история. В маленьких компаниях маркетинг – это история гораздо менее конвейерная. Объясню, что я имею в виду. И у большой компании, и у маленькой компании есть задача вроде как, ну, задача маркетинга, причем привлекать спроса, привлекать клиентов, которые принесут деньги. Как сейчас строится рекламная компания в большие компании? Ну, например, в том же Яндекс. Дизайнеры готовят там, я не знаю, 10 вариантов разных, ну, самый простой, да, пусть будут банки. 10 вариантов банков. Что делать с следующим шагом? Запускаются все эти 10 вариантов. Откручиваются на объемах достаточных, чтобы можно было сделать какие-то выводы. Смотрим на результаты, понимаем, этот баннер работает лучше всех, этот сейдинг, этот полный провал. Выбираются лучшие, и, что называется, на все деньги раскатываются уже лучшие, и там, соответственно, получается какой-то осмысленный результат. И этот процесс в целом бесконечный, потому что оптимизация любой рекламной кампании, основываясь на ее статистике, это сейчас, ну, в смысле, не я, это вот не то, что раз в год смотрим, что у нас со статистикой, а вот прямо в ежедневном, в ежедневном, в ежечасном режиме. Как это происходит у маленьких компаний, если вы рекламируетесь в интернете? Вы нарисовали пять баннеров, вы их запустили, и получили по ним статистический результат, который не позволяет сделать никаких выводов, кроме одного. Никаких выводов сделать нельзя. Единственный вывод, который можно увидеть на этих цифрах. Что делать? Закрываться. Что? Спрос нарезать? Не можешь рекламировать? Мне казалось, что в некотором смысле я описал механизм изучения спроса. на основании ничего, просто щупать пространство. Нравится вот этот баннер? Я не согласен, можно понять разницу. Одна тысяча рублей, 600 тысяч показов в ВКонтакте, и можно сравнить два баннера. 600 тысяч показов мы сравним что? Эффективность. Есть баннеры, которые... Эффективность в чем? В конверсии. Клик и... В агрессии во что? Переход на сайты и дальнейшая регистрация, допустим, либо покупка чего-то. Мы все это отслеживаем. Нет, сейчас я вот все пытаюсь понять. А цель бизнеса сгенерировать переход на сайт, регистрацию и покупку. Деньги получать. Даже не просто заказ, а чтобы этот заказ еще и в итоге был оплачен. Да? Да. На тысячу рублей сколько оплаченных заказов вы купите? Да. Мало на эффективность можно... Мало это сколько? Ну, примерно... Ну, один-два. Один-два. Да. Окей. А у вас баннеров пять. Мы начали с того, что пять баннеров запустили. У вас две продажи. Что с чем сравним? Один с другим баннером. Бюджетный. Окей. По некоторым не случилось ничего. Значит ли это, что они плохие? Да. Это, конечно. Ну, в смысле, либо мы дружим со статистикой, либо мы это... Нет, почему? Филат шел об эффективности баннеров. Те, которые плохие, мы хотим. А на каком основании плохие? У вас всего два... Несколько, нет конвекции. Статистика работает с цифрами от ста. Хотя бы. Ну, чтобы ошибка была хотя бы в процентах. А когда вы с двумя продажами... Не, ну я к тому, что это недорого узнать. Недорого это сколько? Для маленьких компаний. Ну, вот 50 тысяч рублей точно хватит. Что? За 50 тысяч рублей тест в пяти баннерах вам не кажется, что это все-таки растащительно? Ну, узнать-то можно. То есть для этого не нужно большой компанией. Можно, и закрыться можно. Ну, в смысле, героически потратить все инвестиции на маркетинг, узнать, какой из баннеров лучше и закрыться прям. В смысле? Можно? Ну, мне не очень нравится дискуссия, потому что идет переворачивание слов. И это... Какие слова? Да ты головой думай! Слов. Но я не согласен с вашим утверждением, что только большие компании могут делать какие-то выводы, маленькие тоже могут делать, и для этого не нужны огромные бюджеты. Я прошу прощения про переворачивание слов. Я не сказал, что большие могут, а маленькие не могут. Я задаюсь вопросом, как маленькой компании, которая протестировала пять баннеров и получила две продажи в лучшем случае, а, возможно, одну. Как сделать ровно о том, какой из баннеров самый эффективный? Любой. Тоже вариант, но в смысле это не имеет никакого отношения к статистическому подходу. Я в смысле, если вы же знаете, что я сейчас покажу слайд, на котором есть ответ, слайда нет. Такого есть ответа вообще? Просто его нет в природе. Нет ответа. Это понятно. В смысле? Это речь о маркетинге. Это можно и... Совершенно верно. Когда у вас большие масштабы, вы, у вас, грубо говоря, требования, если уж уходить в детали, к сотруднику, который занимается маркетингом, относительно простой, он должен уметь нормально считать, и вам без разницы, насколько он умеет уловить, кому что понравится, чихать вообще, что нравится ему, и что он умеет уловить. Он умеет посчитать результаты или нет? Если умеет, то вы увидите, благодаря его работе, на что делать ставку. Если не умеет, то как бы, ну, уволите, наймете нового. А в маленькой компании у вас есть маркетингный бюджет, который вы можете потратить, но, как бы, статистических уровней, тестов провести не можете. И, ну, кто как отвечает. Кто на все деньги сразу, на удачу, кто частями, но аналогичный подход просто невозможен, он технически невозможен. Ну, или вы будете делать вид, что два, две продажи на пять баннеров, это статистика, и будете делать из нее какие-то выводы. Ну, мой прогноз вы далеко на таких статистических выводах не уедете. Вот. Разные размеры, разные технологии. Давайте поговорим снова. Чем лопата отличается от экскаватора? Точнее, не так. Чем лопата лучше экскаватора? Мобильнее. Мобильнее. Что еще? Гип-гип. Точнее. 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 А вы видели, сколько ребята на экскаваторе гробок спичек закрывают? Ну, это не каждый ребенок. Но в смысле, точность, короче, кого посадите в кабину, как это есть, дело было не в кабине. Но все равно надо копать между баней и забором, и потом человек попройдет. Мобильность. Что еще? Можно лопату по всякому принять, не только копать. Отличная эмульсинка, кроме шизы. Это правда. Хотя экскаватором тоже надо. То есть, как граница, он более специфичный, дешевле. Да, но в общем, на самом деле, на мой вкус, собственно, ключевое прозвучало, действительно, мобильность. И это, в том числе, как и всегда, преимущества, недостатки, они ведь разные стороны одной и той же медали. Конечно, прорыть какой-нибудь большой котлован экскаватором удобно, но когда у большой компании встает задача, например, как речь шла о том, что внутри компании создаются стартапы, встает задача, а давайте мы вот эту маленькую неподжу, просто потестируем. И начинается. В департаменте маркетинга совещание на толпу человек, в департаменте развития бизнеса совещание на толпу человек, потом обязательно надо посовещаться всем вместе, потом вот это, вот это, вот это, вот это. Уже столько денег потрачено на эту гипотезу, что просто страх берет, а дело не сдвинулось с мертвой точки. Но есть большие компании, которые позволяют это все учебник, это звучит очень красиво. Есть большие компании. Что такое? В ebooking, я насколько это известный. У меня есть ebooking.com. Все большие компании рассказывают, как они умеют внутри себя создавать, тестировать, это все прекрасно. Где стартапы и booking? Ну, в смысле, где эти прорывы? Где успехи? Я имею в виду, что гипотезы внутри booking, они могут проверять, то есть, ну, как я уже слышал, что... где успехи букинга? Есть, это самый известный сайт по бронированию. Мы же говорили не про стартапы внутри booking. Где успешные стартапы внутри booking? Ну, гипотезы, какие-то предлагаются, какая кнопка... Гипотезы зачем? А не, какая кнопка, это про booking. Это не стартап. Простите, какая кнопка эффективнее, в какой цвет надо покрасить, чтобы больше было кликов, это не про стартап. Это нормальная продуктовая работа внутри компании с основным продуктом. окей. Это, в смысле, это надо. Это, конечно, если большие компании не умели это делать, они стали маленькими или вообще перестали существовать. А именно, что выращивание бизнесов внутри большой компании, это вот ровно та штука, что пока вы на экскаваторе, значит, там туда-сюда, маленькие чувачки с лопатами уже 350 гипотез, тут копнули, там копнули, тут нашли, тут не нашли, и результат другой. И учитывая новая гипотеза, на самом деле, да? Да. Гипотеза нового бизнеса. Ну, вот. Гипотеза о том, что, а если мы в букинге сделаем фоточки побольше, будут ли у нас, будет ли конверсия в заказ побольше, это, ну, это не стартап. Другого рода задачи. Вот. И, собственно, изобретательность, конечно, сюда же. Вот. Потому что, кстати, я видел видео, как это что-то есть. реально с этим. У нее воткнули мотор, вот, для пролета. Реактивнее. Про что же я? Да, про то, что голь на выдумке хитра. Значит, могу привести пример буквально из жизни. мы написали технологию анализа данных. И так получилось, что прямо сейчас мы, я имею в виду, я с своим компонентом, мы буквально говорим. И так сейчас получилось, что у нас неожиданно получилась лучшая технология на рынке. при том, что пытались и делают эту же самую задачу, решают, в общем, компании побольше, поменьше, не важно, но решают. Собственно, что при изобретательности, значит, почему нам что-то удалось сделать? Просто потому, что мы посидели и решили, что мы, грубо говоря, со студии не встанем, пока не придумаем, как это сделать. И придумали. Очень такой метод, вот прям лопата на лопате, там еще вот это, скотчем привязанное, еще вот это, но работает. А во всех других компаниях в ту сторону, в которую пошли мы, не пошли. Почему? Ну, очень просто. Ну, я в смысле, я вот прям отрывок маленький, все друг с другом общаются, поэтому я могу, в смысле, более-менее ответственно заявлять. Почему они не дошли? Ровно потому, что в этих компаниях это поручили кому? Разработчикам. Разработчики посидели, почесали репу, значит, ага, тут вот анализ больших данных, у нас вот здесь вот будут нейронные сети, тыр-пыр-восемь дыр, ну, значит, да, вот там, я не знаю, три человека за полгода напишут. Руководство такое, ну, мы сейчас с ума сошли, мы не хотим это делать тремя человеком за полгода, а где полгода, там год, поэтому, как бы, ну, его нафиг. И сделали довольно убогенький, как бы, попроще, побыстрее сделали и получили довольно убогенький результат. Чему я это все говорю? Потому что на самом деле в больших компаниях сотрудники зачастую решают абсолютно свои локальные задачи. разработчику интересно сделать что-то на нейронных сетях. И даже он может уметь с ними работать, а толпе интересно научиться. Поэтому, когда ему приносят задачу, которая похожа на задачу, которую решается нейронными сетями, что он делает? Начинает решать эту задачу нейронными сетями. весело, долго, интересно. Что еще надо? А когда вы основатель, вы на это смотрите совсем по-другому. Нафиг нейронные сети, черт знает, что там получится. Нафиг это, нафиг это, нафиг вот это. Давай, значит, возьмем вот это готовое, это готовое, это готовое, это готовое. Скотч, тут, значит, клей-момент, ух ты, оно работает. Что? По проверенности. Ну как же? Не, 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 там все-таки определенный риск тоже был, что это все ни черта не заработает, но, во всяком случае, мы это вдвоем сделали за два месяца. Ну, условно. Притом, что я вообще нифига не разработчик. Поэтому, ну, а остальные, значит, сейчас увидев, что у нас что-то получилось, такие, да-да, мы сейчас тоже сами сделаем, вот теперь, через какое-то время я, возможно, вам расскажу, сделали или нет, потому что я абсолютно уверен, там сейчас окажется, значит, разработчик сделает вот это, он такой, о, нейронная сеть, и понеслась. Да, размер все же имеет значение. Давайте дальше пойдем. Что еще важно? Уренерическая скорость реакции, точность реакции, вера в результат. Значит, что это? Вот конвейер Форда. Конвейер Форда. В чем его, в чем гениальность товарища Форда как изобретателя? В том, что он изобрел конвейер. В чем его гениальность как бизнесмена? Все машины должны быть черного цвета. Это следствие конвейера, да, он не умел красить разную краску на этом конвейере. может быть все это верно, но на мой взгляд просто он рискнул. Ну в смысле, вот вы придумали какую-то интересную конвейер. Или такой, ну может поработать, может не поработать конвейер, просто почему я так вот акцентирую, что он рискнул. Конвейер хорошо работает, только когда он большой. Это означает, что пока вы не рискнете построить большой конвейер, у вас экономического эффекта от этого не будет никакого. и гениальность Форда как бизнесмена в том, что он рискнул поставить на это. Он поверил в эту идею, вложил немало денег, чтобы делать этот конвейер и от чуда конвейер заработал. Собственно, у меня там написано, значит, предприниматели против менеджеров. Я заметил, ну это в общем заметил не только я, но не важно. Большие компании очень сильно отличаются. И бывают два состояния больших компаний. Большая компания, которая управляется мега крутым или абсолютно проваленным наемным менеджером и большая компания, которая управляется основателем. И есть два вида компаний ведут себя совершенно по-разному. Почему они себя ведут по-разному? В чем ключевое отличие? Ответственно. Первое, это интересовало. Ответственно. Ответственно. У кого? Основателем понимал, что он правда не основан. причастность к своим. Комитетанский сход. А он же как бы он наемный. Человек наемный. А в чем это проявляется? В какой смысле? Это некая исходная такая позиция. А в управленческих решениях? Менеджер готов. Менеджер готов. Ориентирован на стабильность? По моему опыту, но нет. Ориентирован на стабильность. Ну и еще Йозеф Шумпеттер написал в начале 20-го века в чем разница между наем... Что я не раз слышал? А, Йозеф Шумпеттер и Шумпеттер. И его основателя чем писал? А писал как раз таки вот про разницу между менеджерами и предпринимателем. Он говорил про вымывание предпринимательского лука и вот это вот стагнацию внушивания вследствие того, что на нем просто наемные менеджеры становятся осью этих группы компаний. Некоторые компании с наемными менеджерами так стагнируют, что дай бог каждому так стагнируют. Я верю. Ну если просто про конкретные что-то. Ну, собственно, на мой вкус ключевое отличие это способность рисковать. И я в этом смысле поспорю, но в смысле топ-менеджеров не любят рисковать. Есть KPI, он знает, что за эти KPI получит, а тут такая фига, как идея вообще поперек. Но перспективная. Подождите, обождите, давайте обсудим, давайте подумаем, давайте посчитаем, составьте пятилетний план этой идеи. В идее ничего нет, но пятилетний план уже нужен. А у меня, значит, KPI, тря-ля-ля, три рубля, а основатели собственно имеют возможность просто рисковать. Да, я верю в эту идею, мы туда идем. У него нет KPI, у него есть собственный бизнес, и вот он говорит, да, идем, мы там же выиграли, мы проиграем. В этом смысле из компании на российском рынке, которые прям вот предпринимательские, я бы, наверное, назвал Тинькофф Банк, которые сейчас делают такие совершенно неожиданные выходы на рынке, и вот это сто процентов ровно потому, что их основатель способен просто сказать, я верю, туда идем. А вот топ-менеджмент банков и всех остальных нифига такого не делает, ровно потому, что у них там KPI, и планы и вообще премия прорыва. Скорость реакции больших компаний и маленьких, конечно, тоже отличается. Отдельная веселуха это, конечно, спускание решений большого начальства до низшего звена и во что превращаются эти гениальные решения, пока они 50 ступеней не тренируют. Вот, да, а как вот эту проблему, да, а как группные корпорации повышают точность и скорость реакции своих сотрудников? Никак? Вообще никак? Что такое KPI? Кто знает? Поднимите руку. Кейтер, помощь, индукейтер. Правда, так мало людей знают, что такое KPI? Ну-ка, все понимают. Знаете, надо рассказать. Надо рассказать, да. Ну, в общем, я тут написал, что все ненавидят KPI, потому что все, кто знает, обычно ненавидят KPI, особенно наемные сотрудники. Потому что, ну, в смысле, правду не знаете, да, правду надо рассказать? полезное действие. полезное действие. Индикатор полезного действия, это индикатор полезного действия, выраженный обычно в цифрах. я не помню, кодить 2000 строк в день. Кодите. Если вы, я не знаю, менеджер по развитию бизнеса, значит, принесите 100 заключенных договоров про что-нибудь. путь. И, ну, собственно, есть даже целое исследование на этот счет, что KPI начинают выполняться естественным образом, сотрудниками начинают выполняться не с точки зрения высоких целей компаний, а с точки зрения выполнения этих KPI когда сотруднику надо заключить 100 договоров про какое-то сотрудничество, он хорошо понимает, что ему надо заключить 100 договоров, а то, что через месяц 100 компаний, с которыми он заключил договоры, скажут «А, не-не-не, мы вообще все неправильно поняли, мы как это, не-не-не, так мы сотрудничать не будем ни си-на-фиг», ему по барабану он KPI выполнил, премиум получил, 100 договоров подписал, все зашелись. То, что бизнес дальше не двинулся, ну, кто-то виноват в этом, вот, но и собственно во всех крупных корпорациях стандартная манера управления это спускание этих самых KPI к каждому сотруднику, каждый понимает, что и в каких количествах он должен сделать. Работает это странно, работает это печально, но проблема в том, что как товарищ Черчилль говорил про демократию, на самом деле, несмотря на много воплей, на данный момент лучше никто не изобрел. И это тоже надо хорошо понимать, и прежде чем в своих компаниях внедрять всякие прогрессивные методы управления персоналом, про которые любят писать много книжек, надо понимать, надо понимать, что вот огромное количество больших и довольно эффективных компаний работает по более-менее стандартным схемам KPI, компаниями работают компаний авторов этих замечательных книжек, это большой вопрос. Вот, да, еще верный результат многое определяет, я здесь, наверное, вернусь к тому примеру, о котором я говорил, что мы в маленьком стартапе просто понимали, что нам надо из-то же вон вылезти и технологию сделать, и мы как-то непонятно на основе ничего в себя верили и вот прям пахали. Вот, но у наемных сотрудников при постановке больших каких-то амбициозных целей зачастую случается такая история, что если сотрудник не верит вообще в способность компании достичь этой цели, то он естественным образом начинает в эту сторону копать, ну так, надо копать, ну вот я покопаю. А сотрудник, который действительно верит, что компания достигнет, к работе относится совсем по-другому. И понятно, что чем мельче компания, тем сотрудники, и это, наверное, я бы даже сказал требования к маленькой компании, если вы организовываете свой стартап, то я бы даже сказал, что вам крайне внимательно надо следить над тем, чтобы сотрудники действительно верили в то, что вы делаете, потому что в противном случае, если большая компания переживет отельное количество нахлебов в своем бюджете, то очень маленькая компания не переживет точно. Вот, да, мы тут так вот подробно, точнее не подробно, но много поговорили про проблемы больших компаний, и у стартапов какие проблемы? все непонятно. Так, время ограничено, ну, в смысле финансы, время ограничено на самом деле у всех, у кого-то в большей степени, у кого-то меньше, но... качество и идеи все равно в партнете. Ресурсов меньше. Опыты меньше. Еще меньше. Ресурсов. Ресурсов меньше, ну и как это, проблем меньше, но с тем, что надо сделать. Что еще? Опыты меньше. У кого? Стартамп. Зависит, наверное, от того, кто его организовал, у тех, кто его организовал, может даже есть опыт. Опыт в чем? Ну, вот в этом новом веточном. Ну, в смысле, по-разному бывает. Бывает, когда нет совсем, бывает, когда есть. Что-нибудь еще? У него час, проемы до реализации идей, а не о деньгах. Это правда. Романтики. Есть такая проблема. Романтики? Ну, тут сложный вопрос. То ли романтики, то ли просто не хватает понимания. Вот, мой списочек. Абсолютно, опять же, не претендую на рамки. Вот. Значит, пункт номер один. Ну, просто огромное количество людей пытается начать что-то делать недостаточно хорошо подумать. И я в этом смысле абсолютно не исключаю себя из этого числа стартаперов. Думать надо качественно. Вот. Осмысленность реакции. Что я имею в виду? Это в некоторой степени соотносится с нашим разговором про маркетинг. Ну, понятно, что надо что-то сделать вот в этом направлении. А что именно сделать? На основе ничего решить, что мы сначала делаем вот это, а потом вот это. Или наоборот. Или вот это делаем, а вот это не делаем. Вот туда идем, туда не идем. Большая проблема. в смысле, если мы говорим о том, что стартап это маленькая, но амбициозная компания, которая строит что-то на совсем новом рынке, то там везде сплошная неопределенность. И основателям зачастую не хватает опыта, сообразительности или еще чего-нибудь просто для того, чтобы понять, что делать правильно, а что нет. Депрессивный психоз. Кроме шуток. Значит, из 100% времени условно в первый год стартапа примерно 99,9% времени всем кажется, что ничего не получается. А это рождает довольно специфическую атмосферу в коллективе. Найм персонала другая огромная проблема. Потому что завлечь в стартап работника, который имеет большой опыт и который вообще в принципе крутой, довольно проблематичный. Чем его завлекать? Чем будете завлекать? Здесь это предъявление завлекать, чтобы он в ней тоже поверил. Полный искренний поверит и скажет, но там хватит больше. Вот прям верит в твою идею, нет никаких, но там хватит больше. В чем вопрос наемного сотрудника? Если мы не можем нанять по деньгам опытного и хорошего тут. Можно предложить долю компаний? Что можно предложить? Долю компаний предложить. Что там Астап Денберг говорил? Отмет у вас лауши? Ну, в смысле, прекрасно, долю компаний, ну, сразу полтинник отдавали, 50% просто. еще. Я даже не буду ничего делать искать еще на моем авто. Ну, в смысле, ровно потому, что это ценность, это не ценность, это обещание чего-нибудь, когда-нибудь, если все, кто здесь собрались, хорошо поработают. Он для себя думает, ладно, я буду пахать, а вот эти странные личности, которые тоже собрались в этой комнате, они фиг знают. В результате это будет доля компании, которая стоит банк. Кроме того, еще одна проблема абсолютно техническая, просто когда объявление, ну, простой пример, когда я нанимал себе команду сотрудников в Яндекс, просто публикация объявления на сайте Яндекса об этой вакансии позволяла на горизонте месяцев трех рассмотреть несколько сотен кандидатов, минимум нескольким десяткам дать задания, получить от них выполненные задания и потом единицы пригласить на собеседование. Я не знаю, какой стартап, ну, вы понимаете, да, результат такого отбора можно прям нанять прям вообще хорошего сотрудника. У стартапов нет такой технической возможности. ну, в смысле, даже если вы завалите весь хэдхантер еще какие-нибудь подобные ресурсы своим объявлением проплатите много денег для того, чтобы оно там просто везде было видно, вы не получите такой поток кандидатов и просто вы по определению имеете меньше возможности для выбора. Вот, соответственно, вот у нас получилось у меня получилась вот такая вот схемка этих, а со средними компаниями у нас что? Да, со средним бизнесом. Ну, собственно, на мой взгляд, особенно если мы говорим про IT-бизнес, то, собственно, средний бизнес это вот как раз ребята, которые все еще болеют безмозглостью, депрессивным психозом и вот всем этим набором и еще не научились работать как большая компания. а ввиду того, что бизнес, интернет-бизнес на данный момент крайне быстрый бизнес, то практика показывает, что компания либо довольно быстро просхакивает фазу среднего бизнеса и уходит в большой проект, при этом не обязательно большой, в смысле огромного количества денег, это там приложение, в котором действительно много пользователей и что-то такое, у них появляется возможность привлекать большие инвестиции, либо история заканчивается, потому что долго существовать в IT-бизнесе в стадии я ничего не понимаю, я тут буду пробовать, просто это невозможно. Мы плавно подходим к концу, я понимаю, что вполне закономерный вопрос, про что мы вообще с вами разговариваем, к чему я вообще все это говорил, сейчас бы вспомнить вообще, почему я сам это говорил. Значит, друзья, мы обсудили, какие замечательные проблемы есть у больших компаний, какие замечательные проблемы и преимущества есть у маленьких компаний. В компаниях можно работать, можно быть акционером компании, можно быть основателем компании, кем угодно можно быть. Собственно, единственное, что я хотел сказать на самом деле, что в любых обстоятельствах будете вы работать в большой или маленькой компании, будете вы работать на высокой, помладшей позиции, или еще кем-нибудь. Все на самом деле всегда будет зависеть от вас, как бы вам в какой-то момент не казалось, что это не так. И все будет зависеть от того, насколько вы сами понимаете, чего вы хотите и движетесь к тому, чего вы на самом деле хотите. Поэтому у меня вот такой слайд движет к концу, что побеждают только самую партой. И я по своему опыту, а я в Яндексе касался большого количества стартапов тоже, я не индексовых, а внешних, я могу сказать, что успех как большой компании, так и успех вас, как там основателя маленькой компании, зависит ровно от одного фактора, от того, насколько вы упорны в достижении своей цели. Были ли стартапы, у которых было все зашибло, была тьма денег, понятная бизнес-идея, и вообще на Западе это уже сработало, и вот сейчас мы подняли тьму денег, и сейчас сделаем это в России, и при этом они проигрывали другому маленькому стартапу, который поднял гораздо меньше денег, и вообще, да, в смысле, бывает моя история, и отличие всех этих стартапов было только одно, то, что основатели более успешного стартапа больше верили в себя и больше понравились, и все. Вот, так, что почитать, да, раз уж я перед вами вещают с умным лицом, в общем, рекомендую что почитать. Две книжки, почему я выбрал именно эти две книжки, не потому, что они самые умные, не потому, что они трапизмс, хотя одна точка трапизмс, а просто потому, что они лично меня на многие вещи заставили взглянуть по-другому, а это вообще мне кажется очень ценно. обращаю ваше внимание, что вот книжка, которую я обещал разыграть, одна из этих двух книжек, вот, антихрупкость, носим талет, прямо прощает мозг очень эффективно. Вот, у меня там, по-моему, еще такой столбик. А, да, есть, спасибо. Так, мы с вами сначала поговорим, а потом разыграем, или сначала разыграем, а потом поговорим. Как вам удобно? Что? Как вам удобно? А я страшно ваше видео. Что такое? Я сначала поговорю. Так, голосуем, давайте, руки, кто заразыграет сейчас? Кто за поговорить? Точно разыгрываем. Итак, значит, будет задачка. Задачка такая, она будет логическая, но про наш мир, поэтому можно быстренько сбегать в Википедию или еще куда-нибудь и узнать ответ, но это не поможет, потому что я спрошу, как вы это посчитали. Вот. И сейчас тогда, значит, преамбула. Вот это прям реальная задача с собеседованием Яндекса, я сам ее использовал, применею ее в другие, там обычно собеседование какой-то толпа народу собирает, смотрит одного человека, поэтому я наблюдал, как другие используют. и я набрал смелости эту задачу давать вообще другим людям только потому, что я сам ее решил в обозначенное время. Две минуты, две минуты. Вот. Если за две минуты никто правильный ответ не даст, то вот Павел за самый лучший вопрос решит, кому мы потом пообщаемся и соответственно работают. Итак, надо сказать, сколько человек в городе Москва в год, в месяц, пусть будет в месяц, умирает. Начали. Абсолютно точно все данные для того, чтобы это посчитать, есть у каждого из вас в ГВД. Вот, важный момент. Не было еще ни одного человека, который не признался, что ну да, это можно было посчитать, я все это знал, но не посчитал. В месяц? В месяц, можно ответить в год, ну собственно, я умею делить на 12. Можно даже в день ответить, в общем, это тоже все пересчитывается. в месяц. А может с лукой или, да? Влог, группа сосчитала примерно 216 тысяч. А как? Сколько? Я взял 200 тысяч. Условно. Средняя продолжительная жизни 60 лет взялось у население и... Та-дам! 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 Аплодисменты! Аплодисменты. 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 Ну, вот как раз, если человек живёт 60 лет в среднем, ну я всё численно разделил на 60 и получил, сколько в год, условно говоря, людей там рождается или умирает, не важно. Ну я так, в лоб первую цифру взял, чтобы проще было считать. Ну, абсолютно не важно, там реально 62 года, 63 года. Самое главное, что там ведь сильно не ошибёшься. То есть то, как вот так вот примерно посчитать реальные итоговые цифры, отличия будут незначительные. Не то, что не на порядок, даже в разы отличаться не будет. И почему вообще такие вопросы на собеседовании задаются? Потому что считается, что сотрудник тем эффективнее, чем он просто в голове на пальцах может прикинуть, ну вот просто ценность чего-нибудь. И вот подобные задачи какие-то, чем подобные типовые вопросы. Вот. Собственно, я с удовольствием отвечу на какие-нибудь ваши вопросы. Можно, как не пример, опыт, как всё-таки решить проблему с персоналом? Маленьких, с татаркой, с татаркой, с татаркой, с татаркой, с татаркой? Я пока никак. Какие мысли, как решить это проблему с персоналом? Есть те, которые... Я когда научусь, расскажу. Не, ну правда, я под Новый год попрощался с теми людьми, которые вывели. Ну как я, в смысле, есть я, есть мой компаньон и есть инвестор. Вот, собственно, этот состав остался, а остальные... То есть пришлось распрощаться или они сами ушли? Нет, мы попрощались. То есть, когда начали всё? Это слишком дорого, вас заберем. Да нет, дело не в этом. Мы не получали то, чего мы хотели от этих людей. Пришлось попрощаться. Ну, в смысле, это не предмет гордости. У нас не получилось собрать команду, которая сделала то, что нам надо, в тех масштабах, которые нам надо. Будем мы пытаться дальше. Это такая камень, большой камень предприятия, чтобы развиваться. Очень. Это особенно больно, когда у тебя есть опыт отбора из сотен одного, и работаю с такого рода людьми. И когда у тебя выбор, мягко скажем, сильно меньше. Небольшая компания-то и стимулировала, Флор и Радом, как его очень нравится стимулировать. Это сильно переоцененная история. Есть же, опять же, много исследований про то, что... Сейчас вспомню. Ну, там, грубо говоря, эффект от повышения зарплаты длится что-то, типа, время двух недель. Вот эта вся история. Ну, да, ты повысил свою зарплату. В большей этой компании... HR выдумывают много разных историй, но на самом деле все эти истории работают гораздо хуже, чем хотелось бы тем, кто их принял. То есть тебе было тяжело переключиться на наемную работу, чтобы нанимать именно в свою команду? Потому что до этого было бы большой, а... Вопрос не в свою команду. Вопрос в том, что... Отбор. Одно дело, когда ты нанимаешь, выбирая реальность со тем, другое дело, когда ты нанимаешь, выбирая из тех, кто пришел. То есть, я говорю, ну... И стоит еще проблема, что в маленькой компании тебе приходится человек назначать много задач. В том числе. В том числе. Сразу много. В том числе. И в этом смысле требование у себя обещать. Да, требования большие. В том числе. Ну, там проблемы, короче, правы. Проблемы с персоналом. Вообще, в смысле, проблемы с персоналом, если поговорить с крупными компаниями, в смысле, с директорами, они тоже скажут, что персонал одна из ключевых проблем. Просто все-таки это как бы у крупной компании другая проблема. Там еще и много надо нанять. Да, она имеет возможность отбирать, но надо нанять много. Прям реально крутых. Маленькие компании, другие проблемы. Ну, в общем, персонал – это прямо все. Ну, здесь, наверное, базово определиться, планируешь ли платить людям или нет. То есть, если речь идет о том, что ты людям планируешь платить, а еще у тебя должны быть деньги, а что будем платить? Передаешь либо персонал, либо вот собственно. Либо эти функции выполняешь сам. Ну, в смысле, это, безусловно, это точно должно быть, но этого не совсем достаточно, потому что, ну, чтобы к тебе пришел кто-то реально крутой, недостаточно просто платить много денег. Ну, просто люди, грубо говоря, в конце концов, понимая риск, резюме они хотят крутить. Ну, вот как он будет там? Через полгода стартап загнется, как он будет следующему работодателю объяснять, что это он ушел там, условно, из гугла, врага и копыта, и сейчас, значит, снова ищет работу. Что это было? Хотя люди, конечно, разные есть, есть те, кто легко на подобную аганцию соглашаются, но… Так, друзья, ну что, все, радостно прощаемся, нет? А, у меня вопрос как раз связанный… Не по статистике, да? По статистике, да. Вот как раз мы говорили о том, что большие компании могут оперировать теми объемами данных, да, каких-либо, из которых они могут, ну, какие-то метрики, показатели статистические методы получать. Да. И вот у меня, мой пример, у меня есть небольшой сайт, ну, микросайт вообще, сервис по подписке пользователей платит. И я, в целом, согласен, что очень трудно на той, на тех данных, которые у меня имеются, делать какие-то, ну, глобальные выводы, которые бы говорили, в каком направлении двигаться. И я, получается, какие-то решения в этом проекте понимаю, как слепой котенок. Я делаю гипотезу, давай-ка я сам сделаю вот это, и, может быть, это даст результат. Да. Но пока что у меня есть один вывод, что я очень зависим от Google и Яндекс. Если Яндекс и Google мне приносят органический трафик в целом, то, соответственно, я прямо вижу, как количество посетителей в месяц коррелирует с выручкой. Не приносит, я сижу ни с чем. Так вот, вы могли бы дать какие-то вот такие вот бытовые вообще, может быть, какие-то советы, делая это, делая это, и, возможно, будет лучше, будет хуже. И да и нет. Начнем с нет. Нет, не могу дать, потому что я верю в то, что я рассказываю. Если у вас мало данных, то вы статистически достоверные выводы из этих данных делать не можете. И это правда. Но при этом много же таких маленьких слепых котят по стране, которые каши-карабкались. Совершенно верно. Именно поэтому эти самые слепые котята, прошу прощения, вдохнут как муки. Вот, и это факт. С другой стороны, ответ – да. Он какого рода. Даже в тот момент, когда вы понимаете, что вот у вас сейчас не хватает данных, чтобы выяснить вот это, то, во-первых, у вас необязательно не хватает данных, чтобы выяснять что-то другое, потому что каких-то действий целевых… Это мы говорили про тестирование продаж, да. Но, вообще говоря, вы можете пытаться улучшить продукт не только про продаж. И, ну, например, кликов, истории кликов на что-то, что для вас важно, у вас этих цифр может оказаться достаточно для того, чтобы проводить тесты. А вот это вот, если покрасить в зеленое, будет лучше или хуже. И это крайне важная крючка, без которой точно никуда. Считать надо обязательно. Все, что можно считать, обязательно надо считать. Более того, надо считать не только, пытаясь что-то нащупать, там, например, что сделать, но и крайне важно считать результат. Вы сделали, вы… почему-то вам кажется, что это успех, там, ваши пользователи вам написали спасибо, какие-то, да, это прекрасно, но действительно ли это успех? И в чем это успех? Метрики крайне нужны. Чем больше вы будете опираться на обоснованные метрики, статистически значимые, тем будет круче, потому что, когда вы начнете расти, эти самые метрики вам будут давать все больше и больше эффект на ваш бизнес. А учиться считать, когда у вас уже появилась какая-то структура улучшения людей, которые не умеют считать, а характер показывает, как это не смешно, кстати, что вообще мало людей умеют считать. Ну, вот, поэтому, ну, да, в том смысле, что надо все считать, все, что можно считать, надо считать. Нет, в том смысле, что никаких волшебных инструментов, а как, значит, в этой темноте что-то нащупать эффективнее, ну, сейчас поделиться нечем. Валя, спасибо. Еще вопросы? По опыту большой компании, на нем персонала, что важнее, опыт или знание? То есть, знание, вот, человек думает, что я вот знаю, прочитал токер, сдал такие знаки, а опыт? Как он проявляет? Я, так как большая компания, в которой я работаю, ровно одна называется Яндекс, то в этом смысле именно эту часть работы я могу прокомментировать только про Яндекс. Значит, Яндекс долгое время нанимал не знание и не опыт, а нанимал живой мозг. Именно поэтому собеседование в Яндексе на многие позиции до тех пор, а раньше вообще на все позиции проводилось крайне странно. Никому не парило, какой институт ты закончил, никому не парило, какой у тебя опыт. с тобой просто разговаривали и тебе задавали кучу разных вопросов. На сообразительность. Просто обсуждали с тобой какую-то тему. Я вот, например, с ребятами, кого я инкруировал на маркетинг, любил пообсуждать проблему маркетинга похоронного в Яндекс. Понятно, что вроде ни о чем, но я должен сказать, что процентов 80 людей с позициями руководителя отдела маркетинга в какой-нибудь компании довольно крупной и выше просто на этом предложении сыпались. Они не были способны начать обсуждать эту проблему. «Не, ну я не занимался, ну это же вообще не про то, про что вы меня нанимаете, а вообще зачем». А это означает что? Это означает, что завтра у вас бизнес куда-то отруливает и надо заняться чем-то новым, надо что-то новое изучить, а что вы с этим человеком будете делать? Вот он уверен, что он умеет вот это вот делать хорошо. Ну ладно, а когда вот шаг вправо, шаг влево – все плохо. Зачем вам такое нужно? И в IT-бизнесе, учитывая, что это дико быстрый бизнес, в котором дико быстро все меняется, это критически важно. Ну большой опыт у человека, но хороший луч он закончил. Но если он не способен обсудить что-то в сторону, то… А как с ним новый проект тогда обсуждать? Вы что-то новое придумали, он вообще об этом думать готов? Нет? А если нет, зачем ему это думать? Поэтому, ну, есть тьма разных примеров, как в Янблоксе появлялись люди… Ну, значит, сейчас Евгений Ламизов, он директор по статегии, там, чего-то, рекламы… Ну, в общем. А долгое время он просто возглавлял всю разработку рекламных продуктов в Яндексе. Он историк по образованию. При этом он не просто историк по образованию, он там… Ну, какая-то диссертация, что-то про межрелигиозные взаимоотношения в Османской империи, в Константинополе или еще что-то такое. Он вообще не IT нифига. Он не просто нифига не IT, он по-серьезному в другой области крутой чувак. Но он оказался в Яндексе и там тьму лет возглавлял, а он несчастный все еще в Яндексе. То есть такой подход тебя, как бы, серьезно оправдывает? Ну, вот в Яндексе он оправдывает, да. Судя по результатам. Но одновременно я сказал, что в Яндексе эта практика начинает сужаться, потому что когда у вас появляется стабильный бизнес, вот у Яндекса часть его бизнеса сейчас уже стабилизируется. Понятно, что будет завтра, что будет послезавтра, даже что через год будет, понятно. Вот на должности и структуры, которые должны обеспечивать работу этого бизнеса, надо ли нанимать вот таких людей – это большой вопрос. Потому что им станет скучно, неинтересно, и вообще они на собеседование, будучи историками, пришли в IT-компанию не для того, чтобы заниматься вот чем-то, что через год никак не изменится. Те подразделения уже вполне себе можно нанимать традиционный метод. Ну, на самом деле, как обычно, инструмент должен соответствовать решению задачи. Это я и при инструмент в смысле поиск персонала, и при инструмент как самого сотрудника. Вы крутого сотрудника нанимаете. Зачем? На крутую задачу или на такси? Если на такси идите, то зачем? Уйдет. Я работал много лет в крупной компании, сейчас у вас свой спорткар. Сегодня, завтра, через год два, вы рассматриваете? Будете рассматривать возможность перейти в какую-то крупную компанию, если будет интересно? Я вот этот вот слайд делал ровно про это, в смысле будет. Я, ну, я не знаю, может, можно сказать, повезло, я всю жизнь свою работу как сотрудник занимался только тем, что мне интересно. Поэтому, ну, в смысле, если мне окажется интереснее от работы в большой компании, то да, я окажусь там. Ну, а если в моей компании, то я буду в моей компании. А остались с Яндексом, потому что перестало быть интересно? Да. Ну, опять же, в смысле, не в том смысле, что Яндекс не тот, там все ужасно, все стало плохо. Мне лично те задачи, которые я мог решать в Яндексе, перестали быть интересными, поэтому я ушел. Остались в Яндексе толпа задач, которые в целом интересны, сто процентов остались. Но мне показалось интереснее, чем это. А вот у вас был в Яндексе, когда, например, Яндекс какой-то стартап покупал? И нужно было решить, ну, покупал какой-то стартап. И на основе чего Яндекс принимал решение, например, покупать или нет? Большие компании в основном покупают стартапы только для развития своего бизнеса. Вот так вот купить просто как инвестировать большие компании так не делают. Google, например, для этих целей отдельно создал фонд, но это не Google, это инвестиционный фонд Google. Это ребята, которые живут по правилам инвестиционного фонда. Им, грубо говоря, чихать на бизнес Google, им надо вкладывать деньги для того, чтобы деньги приносили прибыль. Да, конечно же, их подопечных Google тоже иногда покупают, но в целом это как отдельное подразделение, занимающееся инвестициями. А внутрь себя большие компании покупают практически исключительно только стартапы или другие бизнесы, которые позволяют усилить свой собственный текущий бизнес в какой-то части. Ну, например, в Яндекс.Такси мы покупали софт, который использовали таксопарки и таксисты. Росинфотека компания. Почему? Потому что было понятно, чтобы дальше быстро развиваться, надо иметь возможность быстро внедрять в устройство водителей те или две функции. А это было можно, ну, в смысле, основным стопором были эти софты, которые стоят у водителей, потому что пока их убедишь внедрить какую-то функцию, еще и у всех водителей эта тьма временно пройдет, ты не мобильный. Поэтому решили купить свой собственный, ну, решили купить софт, на который постарались пересадить максимальное количество водителей. И сейчас уже у Яндекса эта внутренняя проблема, как быстро он сможет внедрить какую-то новацию. То есть, лишнее звено во внедрение нейтрально важных инноваций просто было убрано благодаря покупке. Есть много других разных примеров, но, повторюсь, это всегда покупается в свой бизнес. Ну, как всегда, всегда есть исключения, но, прям, очень мало исключений. Я ответил на вопрос или Яндекса, да? А вот вы говорили про Тинькофф, очень интересно, там, модель управления, как вы считаете, вообще там много внутри всей системы начальников, или они все-таки в какой-то общей команды, как бы без этого разделения в первую часть за это и за это и за это? На меня сложно ответить, потому что я внутри них не работал. Я работал с ними. Я могу честно сказать, что, ну, на мой взгляд, там одна из самых лучших вообще команд, которые в российских компаниях я лично встречал, а я взаимодействовал с тьмой российских компаний, больших и маленьких. Но как это у них там внутри работает, мне сказать сложно. Но единственное, что точно видно, точно понятно, что они делают на рынке шаги, которые, ну, нестандартны. Без долговременного видения, в которое верит основатель, такие шаги были бы невозможны. Но, как минимум, другие российские банки так не делают. Почему? Ну, видимо, потому что там или основателям плевать, или еще что-то, но толпы наемных менеджеров у них так не получается. Можно два слова все-таки про свой стартап? Я думаю, всем интересно, вот почему такое хорошее место в Яндексе, да, где все в шоколаде вроде бы, все-таки оставил и вот занялся чем-то другим? Ну, ключевой момент, абсолютно не искренне. Мне просто стало интересно делать что-то самому. Ну, в Яндексе я занимался восемь лет, из десяти я занимался развитием бизнеса. Я работал в структуре, которая называлась «Запартамент развития бизнеса». Собственно, этим я и занимался. И некоторое количество бизнесов в Яндексе выросли в той или иной степени благодаря моим усилиям. Вопрос, типа, могу ли я что-то вырастить, то, что сам придумаю сам для себя, меня волнует. Пошел проверять его на практике. Вот. Это не правда, это нечевая причина. По текущих доходам. Против? Я не уверен, что слово «просел» хорошо описывает сложившуюся ситуацию. Совсем не описывает, я так скажу. То есть, ну, там был фикс 12, сэгенс бонус, сэгенс, и сколько осталось сейчас зарабатывать? Если зарабатываешь, да? Ну, почти в десять раз. В десять раз, да? Почти. Ну, меньше-меньше, да? Ну, конечно, меньше. Не, как это, просто не занимаясь киданием инвесторов, на инвестиции начать зарабатывать больше, чем у больших компаний. Крайне проблематично. Как избежать выбирания? Как сохранять? Скажите, даже. Будет настолько же продуктивным, насколько вначале? У меня нет ответа на этот вопрос. То есть, это все от людей зависит, правильно? Ну, конечно, это все зависит от вас. Я не знаю, но я повторюсь, мне то ли везло, то ли что-то я как-то себя так вел, что так получалось. Но я в Янглсе, в среднем, наверное, раз в полтора года менял то, чем я занимался. Ну, я помогал строить бизнес одному проекту, появляется какой-то другой проект, у меня другие задачи, ему надо по-другому помочь. Потом у меня появились все такие подчиненные, которые еще с моим проектом занимались, и я в это тоже был увлечен. Ну, у меня так получалось, но я не могу вам сказать, что надо делать для того, чтобы так получалось. За счет этого сохранялся интерес? Ну, он ровно у меня лично, он ровно за счет этого и сохранялся. Но это, в смысле, все люди разные, всех драйвов разные. В Яндексе я знаю людей, которые уходили из Яндекса на большую зарплату в другие компании. Из Яндекса вообще людей любят нанимать на рынке. И через какое-то время возвращались даже на более низкую должность, чем раньше были в Яндексе. Точно с потерей денег. Почему? Ну, вот потому что эти люди для себя поняли, что для них важная неделя. Каждый человек сам, более того, в разные периоды жизни, очевидно, для людей оказывается что-то важное, неважное, разное. Поэтому, я не знаю, в смысле, я советую точно подать на газор. Вопрос был еще про то, чем? Да, все-таки, как его загуглить? Уже никак загуглить, потому что одно из проявлений, которое выглядело как интернет-магазин, мы как раз под Новый год закрыли. Я не знаю, как это сказать в двух словах, но в общем и целом история такая. Сейчас два года уже, как в России, все кассовые чеки передаются в онлайн виде и копятся в операторах фискальных данных. На самом деле уже копятся не только в операторах фискальных данных, но и детали. И мы верим в то, что на анализе этих чеков можно сделать очень много чего интересного и полезного для бизнеса. И мы прямо сейчас пытаемся такие продукты разрабатывать. Для того, чтобы не рассеиваться вообще на все, потому что чеки, они про все, про услуги, про эти товары, те товары, они про все. Мы сконцентрировались на рынке Комсиджи, собственно, все, что продается в супермаркетах. Продовольствие, бытовая химия, все вот это вот. Это 35% всех денег, которые россияне пратят. Вот это самый большой, в принципе, рынок товарный, услужный. Если говорить про потребительский рынок, не про рынок бизнес-то-бизнес, то это самый большой рынок. Мы пытаемся его осмыслить и, на самом деле, сделать все эти интересные вещи. Так эта база открыта? Нет. Ну, в смысле, я так говорю, это не потому, что она закрыта, а мы как-то на рынке. Нет. Мы, в том числе, одна из задач, придумать схему, когда бизнесы, чеки которых ты собираешься анализировать, так или иначе окажутся согласны на то, что ты их чеки анализируешь. И тогда что-то начнется остаться. Ну, то есть там схема получается дикая, потому что надо, чтобы в одном порыве срослись интересы владельцев бизнеса, производителей, дистрибьюторов, нас, еще черт знает кого. Ну, дико интересно. Ничего не получается, но накопаем. Ну, почти ничего не получается. Я собираюсь сказать, что ничего не получается. Был ли у вас опыт с старыми проектами? Был? И как вам вообще происходило? Дико весело. Значит, я участвовал в старте бизнеса Яндекса в Турции. Как происходит взаимодействие Яндекса с российскими компаниями, ну, с российскими компаниями в России? Связываешься, говоришь, что ты из Яндекса, хочешь поговорить? О, да-да-да, давайте поговорим. Ну, надо встретиться. Да-да-да, давайте встретимся. Ну, мы можем приехать. Не-не-не, мы тоже можем приехать. У вас, говорят, такой интересный офис. Ну, вы такие, приезжайте. И, короче, сидишь и, значит, встречаешься. И все к тебе, как к этому султану, приезжают. Большие, маленькие. Ну, в Яндексе действительно дико интересный офис. Всем интересно, все, короче, приезжают. Я уже на внешней встрече ездил, потому что просто достал. Я говорю, не-не-не. Я говорю, я хочу посмотреть, как у вас все выглядит. А то, мало ли, вы можете говорить о халупе, поэтому я приел. Они говорили, ну, ладно, ну, в следующий раз к вам. Я говорю, в следующий раз, да. Хорошо. Как происходило взаимодействие Яндекса с турецкими компаниями? Звонишь или пишешь? Всем насрать. Звонишь или пишешь снова? Всем снова насрать. Короче, дозваниваешься, наконец, уже говоришь, слышь, я про бизнес поговорить хочу. А ты кто? Я Яндекс. Кто это? Ну, вот, мы тут типа как Google в России, да, еще. Ну, вот, мы тут про Турцию, молодцы, я занят. И, ну, и вот все в таком духе. Это прямо такой холодный душ, когда все готовы, все хотят, а тут ты вообще никто, звать тебя никак и вообще нафиг никому не нужен. Было очень весело. Я не знаю, про это ли был вопрос, но вот это прямо было весело. А вообще, ну, бизнес разговаривает про бизнес. С любым иностранным бизнесом очень легко разговаривать, если люди думают с ними про деньги. А вот вы сами про деньги или про интересы? Ну, чтобы интересно было работать. В смысле лично? Вы лично, да. Я лично. Я принеслись опять про деньги, да. Я просто почему спрашиваю? Потому что я когда выбирал, чем мне заниматься, я понял, что я недостаточно умен для того, чтобы придумать какое-то новое направление. Поэтому я сделал, я просто зашел в интернет и посмотрел, вот ребята, допустим, у них такой сервис, я сделаю то же самое. И, в принципе, я не скажу, что это прямо не получилось, это получилось. Если у вас есть богатый опыт управления, то чисто теоретически вы можете скопировать любой другой бизнес и благодаря этому опыту управления организовать его работу, и он просто будет рядом стоять. А вот это интересно? Мне довольно быстро становится скучно заниматься в интернет. Но это опять же, в смысле, это не хорошо, не плохо. Каждый по-разному. При этом, знаю ли я ребят, которые построили довольно большой бизнес. Сейчас вот прямо один проект собирается отдаться за очень нормальные деньги. Ровно на том, что они делали все то же самое, что вот конкурент. Но упаривались просто больше и эффективнее. И вот эти конкуренты сейчас фактически помер, а они оказались лидером рынка. Да, таких я тоже знаю. Ну, то есть это просто в зависимости... На самом деле, это одно, наверное, из самых важных личных моментов. Хорошо понимать, что вы хотите, что вам нравится, что вам не нравится, от чего вы получаете кайф. И идти заниматься тем, от чего вы получаете кайф. Вот кому-то реально по кайфу выстроить бизнес до микрона, все идеально работало, и тогда вы действительно можете попировать любой бизнес. Мне нет, я по-моему, как вы работаете. Но все разумно. Есть битекс 24, это понятная система, да? И схожие блоки битекс 24 начали реализовывать Яндекс. И чаты, и CRM, и работа команды, задачи. Яндекс не сожрёт битекс 24 в данном случае в этом сегменте? Ну, в общем, такси сожрали, и еду, я думаю, что съедили. Ну, в смысле такси сожрали, да? Ну, просто Яндекс.Такси воспринимается в доминант рынка и... Ну, вот фактически доминант рынка. Ну, вот сейчас Мэйл что-то там будет пытаться сделать, но в целом... Не, ну просто Яндекс.Такси все-таки сожрал рынок, не убив или не сожрав рынок прямого конкурента. Такого рынка в некоторой степени не было. Яндекс.Такси просто бежал быстрее, поэтому он сейчас стал больше остальных. А Митрикс-то уже есть. И мне содержательно сложно ответить на этот вопрос, потому что в этой части Яндекса я не работал бы вообще. Вот. А с точки зрения общей логики, мне кажется, Яндекс решает одновременно довольно простую и довольно сложную задачу. Чем дольше времени люди по какому-то поводу проводят с Яндексом, тем Яндекс, очевидно, лучше. А учитывая, что люди много времени проводят во всяких корпоративных инструментах, там, корпоративные, неважно, для больших, маленьких компаний Битрикс24, в общем, для всех компаний, тем лучше. Вот. Поэтому, может ли в какой-то момент у Яндекса возить интерес к покупке Битрикс24? Наверно, может, но там, в общем, 1С саблэдингом. Поэтому будет веселая такая община. В эту сторону двигаются. Понятно, что для того, чтобы на бизнесе зарабатывать, в целом про бизнес надо знать как можно больше. И поэтому и у Apple появились, в России это не так проявляется, но, в общем, там другое для Apple для бизнеса, marketplace приложений для бизнеса, вот эта вот вся история. Google много чего тоже делает для того, чтобы все больше и больше бизнес своих каких-то функций делал через него. Потому что, если все это анализировать, понятно, можно гораздо больше. Ну, это общее соображение, но, в целом, когда, опять же, большие компании, которые смотрят в будущее, в целом могут себе позволить ориентироваться на такие общие соображения. Вот если мы будем все про них знать, то у нас бизнес вырастет. И вот они идут в целом в сторону все про них знать. Ну, мне кажется, повторюсь, я здесь очень инсайдер, я не работаю там, не знаю. Еще вопросы? Вопросов нет больше, да? Тогда давайте поблагодарим Леонида за замечательный старт. Пожелаем все-таки, чтобы его драйв, он был и с деньгами совмещен, да, и будем видеть на первых строках Яндекса и Гугли его стартапы. Спасибо.